Документ предусматривает взаимодействие в вопросах помощи ветеранам СВО и членам семей погибших участников спецоперации, проведение совместных памятных и юбилейных мероприятий, посвященных истории России, разработку совместных программ патриотического воспитания детей и молодежи, трудоустройства ветеранов боевых действий в учреждении среднего профессионального образования. Соглашение с региональным филиалом Госфонда защитники Отечества подписали 20 учреждений СПО Кузбасса. Цитирую. Студенты техникумов и колледжи региона – постоянные участники всех важных событий, которые происходят в регионе и стране. Вместе с преподавателями они активно помогают в сборе гуманитарных грузов для наших бойцов и жителей Братской Горловки. Подписанное с филиалом фонда соглашение позволит молодежи чаще общаться с ветеранами боевых действий. Это будет содействовать патриотическому воспитанию подрастающего поколения, отметил губернатор Сергей Цивилев. Отметим, что педагоги и студенты кузбасских учреждений среднего профобразования на постоянной основе помогают действующим участникам спецоперации, семьям мобилизованных, мирному населению, ДНР и ЛНР. Напомним, продолжается приемная кампания в колледже и техникуме. В Кузбассе для студентов, детей и участников спецоперации предусмотрено бесплатное питание, бесплатное проживание в общежитиях, оплата обучения в колледжах и техникумах, бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте.